Друзья, всех приветствую! Хочу рассказать вам об автоматике в брудере, которую я сделал. Давно собирался, вот как раз пришли вот такие регуляторы с Алиэкспресс. Задача какая у нас была? У нас задача была вот этот вот инфракрасный обогреватель в брудере подсоединить через что-то, что позволило бы мне не контролировать температуру, а все работало в автоматическом режиме. Значит, параллельно с этой задачей пришлось решить такой вопрос. Брудер я мою керхером, кто не знает, вот рассказываю. Соответственно, нужно было сделать так, чтобы электроника эта была съемная, так как под воздействием керхера воды все это бы накрылось очень быстро, понятно, да? И я, значит, решил сделать вот такой съемный боксик с вот этой вот электроникой. Скажу сразу, что вот этих боксов я сделаю несколько, чтобы они были у меня как бы унифицированы на всех брудерах. То есть у меня будет несколько вот таких вот одинаковых коробочек, да, с регуляторами. И вот такие одинаковые на всех брудерах разъемы быстросъемные. Они влагопылезащитные, вот. И, соответственно, вот этот прибор у меня будет универсальный. Допустим, вышел из строя, я сюда подкинул другой, просто подсоединил и все. Также хочу сделать вот здесь такую же конструкцию. Ну и на том брудере. Ну, короче, на тех брудерах, которые у меня есть, кроме несушечных, в том вот курятнике для несушек. Вот. И как мы это все исполнили, я покажу в этом ролике. Приятного просмотра. Для изготовления съемного терморегулятора для брудера нам потребуется вот такая коробка для автомата. Стоит 40 рублей. Вот такое реле приобреталось оно в Александрове. 250 рублей на Алиэкспресс, я думаю, дешевле. Реле на 4 контакта с управляющей катушкой на 220-230 вольт. Так, два разъема. Вот я брал такие влагозащитные универсальные разъемы автомобильные. Надо на два провода, на два не было, я на три взял. То есть средний провод будет не задействован. Нужно на два провода. Так, две штуки. И терморегулятор с Алиэкспресс. Вот в данном случае такой. Но можно, какой вам удобнее. Любой можно. Так. Все, в принципе, можно начинать собирать. Калибруем датчик мой по вид 1. Вот здесь у нас на уровне колбочки закреплен датчик температуры. Смотрим. Значит, на приборе у нас 15,5. На вид у нас 16,4. 16,4. Значит, нам нужно здесь сделать калибровку. Сейчас попробуем вспомнить, в каком меню она делается. Так, нет, не здесь. Значит, так, наверное. Наверное, вот здесь. Нет, не здесь. Вот у нас калибровка датчика, по всей видимости. Значит, нам нужно сделать на 1 градус больше. Так, вышло. Заходим. Нет, наверное, в плюс. И ставим 1 градус. Сейчас у нас это все запомнится. Да, вот 16,5. Так, у нас здесь 16,4. Даже меньше. Наверное, 16,3. Давайте сделаем все-таки 16,3. Так, сейчас. Значит, нам нужно войти. Вот в этот режим, да, по-моему. Да. И уменьшить на 0,2. Вот, 16,3. Вот, 16,3 оставим. Таким образом мы отгибровали термодатчик этого прибора и будем устанавливать на наше оборудование с помощью ВИД-1. Креплю терморегулятор вот к этой крышечке с помощью вот такого гипсокартонового самореза. Их называют клопами. Заводим провода в проделанное отверстие. Здесь вот таким образом. И с той стороны вот тоже так же. Вот это будет у нас вот этот вот, это питающий провод. Сейчас мы подключаться будем к этому реле. Так, здесь посветлее вроде бы. Смотрите, в общем, подсоединили мы наш терморегулятор к выносному реле. Для чего я выносное реле ставлю? Здесь есть релюшечка своя, но думаю, что не способна она коммутировать такие токи, как идут на инфракрасный обогреватель брудера. Поэтому для надежности я поставил выносное реле вот с такой, с хорошей большой катушкой, значит, и с такими вроде бы как неплохими контактами. Оно четырехконтактное, управляющая катушка, напомню, 220. Через вот этот провод и разъем у нас пойдет из распаечной коробки питания. Здесь, смотрите, я подсоединил, разнес максимально далеко я фазу и ноль, да, на боковые контакты подсоединил фазу и ноль. И сюда же, на эту же колодку, подсоединил питание вот этого прибора через красный, вот видите, красный и черные провода. Вот. Так, из этого, значит, приборчика выходит у нас также ноль фаза, управляющая на какой-то потребитель. В данном случае идет управление на нижнюю колодку. Вот там, не знаю, видно вам, нет? Вот нижняя колодка, желтый провод и с той стороны вот рядышком черный провод. Это управление на катушку, на включение, замыкание контактов. Сверху уже идет тоже желтый и зеленый провод. Через вот эту колодочку пойдет он у нас непосредственно на питание инфракрасного обогревателя в брудере. Все, сейчас нам остается закрепить вот эту вот релюшку на один рейку вот этой коробки и собрать, и все, в принципе, будет готово. Вот такая у нас штуковина получилась релюшка на один рейке в этой коробке и сбоку коробки сам терморегулятор. Смотрите, если кому-то нужно, давайте вкратце расскажу, как это должно работать. Значит, здесь у нас программируется нижний предел включения терморегулятора и верхний предел выключения этого терморегулятора. Он отслеживает температуру по датчику, по этому температурному, который у нас в брудере находится. Как только температура, значит, понизилась у нас ниже нижнего предела, здесь запрограммированного, включается, срабатывает встроенная релюшка и включает, подает питание на обмотку вот этого выносного реле, которое замыкает, в свою очередь, вот эти силовые контакты. И у нас питание вот отсюда, да, из распаечной коробки, идет вот сюда, уже непосредственно к инфракрасному нагревателю в брудере. Как только здесь температура, значит, превышает верхний предел запрограммированный, который также по этому датчику отслеживает терморегулятор, у нас здесь размыкаются контакты, размыкают контакты здесь и питание прекращает поступать на этот вот наш нагреватель. Значит, вот этот вот диапазон включения-выключения, по-моему, гестерезис называется и программируется здесь. Можно установить его, я устанавливаю градус, чтобы часто не срабатывала вся эта система. Градус достаточно, допустим, при 30 включается, при 31 градусе выключается. Ну, можно поставить любой, можно и 0.1, наверное, поставить, но будет тогда часто срабатывать. В принципе, градус, я думаю, для цыплят не принципиально, да, плюс-минус, поэтому я делаю так. Всё, пойдём сейчас устанавливать это дело на брудер. Так, вот смотрите, температура на регуляторе сейчас выше 29, но ниже 30. Сейчас она опускается до 29 градусов и включается опять обогреватель. Сейчас обратите внимание на лампочку. Вот, загорелась лампочка. Я запараллелил работу инфракрасного обогревателя вот с этой лампочкой. Для чего? Для того, чтобы, находясь или заходя в курятник, я вот боковым зрением, так скажем, мог контролировать работу обогревателя, не открывая крышку в лишний раз. Лампочка загорается периодически, значит, всё работает нормально в штатном режиме. Лампочка не загорается длительное время, значит, есть какая-то неисправность. Сейчас нужно обратить внимание, посмотреть, проверить. В цепи питания нагревателя я оставил диммер вот такой. Для чего? Для того, чтобы была возможность регулировать мощность самого нагревателя, дабы, скажем, когда возраст птицы переваливает за 7 дней, нужно нам уменьшить степень нагрева и температуру в брудере. И для того, чтобы часто не включалось вот это реле, не срабатывала автоматика, я просто-напросто, ну, скажем, на середину или на минимум, когда птица уже взрослая будет в брудере, поставлю вот этот диммер и уменьшу степень нагрева нашего инфракрасного обогревателя. Соответственно, будет более плавная осуществляться регулировка температуры в брудере. И вот эта автоматика будет реже срабатывать. И мы в какой-то мере увеличим срок службы этих устройств. Крышку закрываем, температура у нас ниже 29, дойдет до 30 и выключится. Потом опустится до 29 и опять включится. И вот так, в таком режиме, это все будет независимо от нас работать. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, рассказанное и показанное было кому-то полезно. Если было полезно, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, жмите в колокольчик. Всем пока, всем всего хорошего.